Сегодня мы с вами продолжим и обсудим еще немножко про 8 особых видов маленьких живых существ, ширацим, которые не только запрещены в пищу, как и почти все ширацимы, они всегда запрещены в пищу, кроме отдельных видов кузнечиков, о которых мы поговорим на следующем уроке. А эти 8, как я рассказывал на предыдущем уроке, они еще и передают ритуальную нечистоту. И хотя для нас сейчас это особой роли не играет, нет запрета становиться нечистым, если не собираешься идти в храм, и даже Коэн, которому нельзя становиться нечистым от мертвого тела, но от мертвых животных нет запрета становиться нечистым. И мы все нечистые, как я уже рассказывал в наше время ритуально, мы все нечистые, и, в общем, для нас это особой роли не играет, и на храмы выбора мы все равно не ходим, тем более в сам храм в Иерусалиме. Но хотя бы теоретически, конечно, нужно знать, почему действительно эти восемь Тора выбрала, и в частности я хочу обсудить последний тиншемет или тиншамет, в зависимости от того, где это в предложении. Я рассказывал, что в библейском иврите, в зависимости от того, где слово в предложении, иногда бывает гласное меняется и произношение. Тиншемет – это тиншамет, это различие в зависимости от того, написано ли слово в конце предложения или ровно посередине, тогда тиншамет, в других местах тиншемет. Что же это за существо? И как вообще объяснить эти восемь? Ну, конечно, простого объяснения, почему именно эти восемь Тора сообщает нам, что они передают нечистоту, простого объяснения нет. Но есть глубокие каббалистические объяснения, которые, конечно, выходят за рамки нашего урока, но связаны это в том числе с определенными духовными элементами, которые использовались в начале создания мира. Это очень непростые и фундаментальные вещи, на самом деле. Как и все законы ритуальной чистоты и нечистоты, они очень все основаны на глубоких концепциях. Но вот что касается конкретно тиншемет или тиншамет, я уже рассказывал, что на этом уроке я хотел бы снова поговорить на эту тему. А именно, что такое же, то же самое слово используется в списке некошерных птиц. Ну, я уже говорил, что птица, имеется в виду, все, что летает, называется птицей здесь. Не обязательно, что биологи будут определять это как птицу. Классификация биологов основана на совсем других принципах, чем классификация Торы. Так вот, есть шерец животных, есть летающее существо, и то, и другое называется тиншамет. Насчет списка птиц, многие комментаторы, включая главного комментатора Раши, считают, что тиншамет среди птиц – это летучая мышь. Казалось бы, в самом конце списка тоже есть летучая мышь – аталеф. Обычно так называют, и в современном иврите тоже – летучая мышь – аталеф. На самом деле с разными типами летучих мышей, и в любом случае в этом списке из 20 с чем-то птиц, и, как я уже рассказывал, есть про многие из них разные мнения, но, возможно, то, что мы называем в общем одним видом, там могут упоминаться, например, более одного вида разных стервятников, волчерс по-английски и так далее. Другое мнение, что тиншамет среди птиц – это сова. Но, опять же, есть и другие в списке птиц, другие виды, которые тоже похожи совы. Значит, тогда разные виды сов в Торе упоминаются среди списка некошерных птиц. Так вот, по мнению, по которому тиншамет – это летучая мышь, мне кажется, очень логично, что одно и то же слово используется и в отношении летучей мыши, и в отношении последнего из восьми шераций. Почему? Ну, последний этот шерец обычно понимает, что это крот. Кстати, в Талмуде, в трактате «Моэт-катан», где обсуждается законы холомоэда, обсуждается, когда можно ловить кротов в холомоэд в полупраздничные дни, потому что они портят урожай. Но, в таком случае, это существо упоминается под другим названием «Эшет» в книге Псалмов, в 58-м Псалме, и вот там комментаторы многие приводят. И здесь, в трактате «Моэт-катан» тоже, что это и есть, вот этот «Эшет» и есть то полуслепое существо, скорее всего, имеется в виду крот. И действительно, если подумать, тогда есть очень четкая связь между тиншами среди птиц. Ну, как я сказал, птица – это не только по общему термину еврейскому, по биологическому термину вообще-то летучая мышь – это не птица. Мы сейчас говорим о том, что летает, называется птицей в Торе. Так вот, летучая мышь, она ночной образ жизни ведет и использует ультразвук для ориентирования. И крот, он почти слепой, да, и то, и другое получается, что не использует обычное видение. Есть такое в Талмуде, в трактате Бейтса, что беременность куриц и их роды обычно происходит днем. Потому что курица, как я рассказывал немножко раньше, куриная слепота, она ночью практически ничего не может делать, да, они ничего не видят ночью. А у летучих мышей, наоборот, они основную активность проводят, у них основная активность как раз ночью. И они, соответственно, и беременеют, и рожают ночью. Вот, так, в основном случае, говорится в трактате Бейтса. И получается, что связь между тиншами среди птиц, летающих существ, и тиншами среди шерациям, связь в том, что и те, и другие почти ничего не видят. И, соответственно, в основном, под другими способами, да, ориентироваться. И есть еще много, что можно было бы рассказать, но я закругляюсь на этом, стараюсь сделать эти уроки короткими и в основном не растекаться маслом по древу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. И на следующем уроке я расскажу про кошерные виды маленьких существ, которые тоже Тора в нашей главе упоминает, но не в главе Раэ, когда Моше перед смертью повторяет Тору, всему еврейскому народу. Там не упомянуто ничего про шерациям вообще, как я уже рассказывал немножко на предыдущем уроке. Тору, всему еврейскому народу.